Друзья, здравствуйте. Начинаю запись. 5500 очередного фильма. Вы не ослушались. 5500 очередного фильма. В этот раз мы поговорим о каталоге. Каталог это особый. Он не имеет аналогов на всей планете. Почему? Сочетание качества и морозостойкости. Так, сейчас я проверю. Идет ли запись. Вроде бы идет. Поехали. Значит, чтобы не быть голословным. Вот это вот фотографии из моего сада. Где его можно найти? Можем его найти у себя на сайте. Так. Так. На сайте. Вот он официальный сайт. Найти его легко. Любой из вас, кто посмотрит этот фильм. В Яндексе, в Гугле. Вы берете три русских слова. Сайт садовода Железова. Это самое короткое. И попадете в официальный сайт. А здесь есть фотогалерея. Вот это вот. Фотогалерея. Так. Она заканчивается в 23-м году. Вся в 24-й год. А он еще заканчивается. И еще кое-что доспевает. Когда доспеет, окажется, что еще и лучше, чем вот это. Вот. Я провиснул в 23-й год. В 22-й год. Здесь несколько мировых рекордов. В 22-м году было поставлено. Вот. Вот так я встречал телевидение. Вот. Видите, как надо встречать. А большинство, абсолютно большинство сайтов пользуются украденными фотографиями. А у меня фотографии свои родные. Доказательства очень много. Чтобы не было этих самых. Очень много фотографий моих родственников и друзей. Вот. И так возвращаемся. Убедил. Надеюсь. Насчется, кстати. К чему бы насчется. Переслите друзьям. Написано здесь. Вот. Никто, как правило, не пересылает. Даже кто имеет каталог. Вот. И. Ладно бы там тысячи. Миллионы. Россиян. Только россиян понятия не имеют. О лучшем саде России по качеству плодов и морозной стойкости. Так. Смотрим. Цены урожая 24-й год. Прошлогодние. И так. Мы будем говорить только про семена. И то, что к этому сопутствует. Учебные материалы и так далее. Поехали. Это очень внимательно. И мелким почерком. А многие сейчас на слух воспринимают. А не читают. Но время такое наступило. Вот. Когда следующие поколения все меньше читают, все больше слушают ушами. Или глядят. Прежде чем заказывать семена, я бы вас попросил внимательно ознакомиться с тем, что я написал ниже. Так. Увеличим текст. Хотя бы так. Как и мы, семена имеют ярко выраженную индивидуальность и неповторимость. Вот в этом то самое. Это камень преткновения. Смотрите на мои красивейшие фотографии. Ниже. Которая будет. Скажите. Я хочу такую же косточку. А косточка может быть хуже или лучше. А самое приятное, что она может быть лучше. А значит они загадочные. Вот. Чуть не сказал как женщины. Вот. Ладно. Идем дальше. Глядя на них. Перебираю в руках. Это проходчик семечка. Прошу прощения. Кому-то надо дверь открыть. Глядя на них семечки и косточки. Перебираю в руках. Прикладывая к уху. Загадывая желания. Невозможно понять. А какая в них таится морозостойкость. А в кого они пойдут. Маму или в папу. По рослости. Сопротивление местным невзгодом. В скобках. Морозостойкость далеко не единственное условие. Качество плодов. И вот вы с помощью роликов, фотографий, книг моих незримо присутствуете в лучшем сибирском саду. Видите плоды, которым современная наука запретила россиянам. Россия самая северная страна. Кто не верит, посмотрите эту карту. Так вот. Видите плоды, которым современная наука, российская, запретила погибать границы Украины, Канады, США, Франции, Китая, Бельгии. Ну и понятно. И переезжать к нам. И вам кажется. Ага. Значит так. Сейчас я закажу семена уже львового сибиряка. И вся эта невиданная в России роскошь за 3-5 лет начнет висеть теперь уже на моих деревьях. На ваших. Так. Ответа 2. Не будет, если вы начитались, используете смертельные советы из СМИ, СМС информации, и наслушались помудренных соседей. Второе. Обязательно будет, если правильно посадите мои семена, лучше в мере по качеству и морозостойкости. И потом, по мере роста не станете, следуя за миллионами обманутых садоводов, гноить и калечить их. А теперь давайте решим. Вы оптимист и хотите все сразу? Вполне реально. Или пойдете по этапам большого пути в никуда? Ах, оптимист. Тогда заказывайте все сразу и побольше, и побольше. Помните мой фильм? Тебе чего больше? Сосисок или котлет? Ответ. Гениальный. И того побольше, и того побольше. Но, в любом случае, самое трудное, что вас ждет, первый год выщипывать сорняки вокруг ваших любимцев сеянцев. А вообще, если посадки семян будут с символическим заглублением, полсантиметра, а не глубоким, и на холмики малоснежья, в скобках, или холмы многоснежья, то потом к лучам, из лучших, луч вообще не подходить до плодоношения. Только поливая, забыв все прежде советы учителей, в кавычках. Причем поливая только сверху, переняваться прямо от Бога. Вот, вы знаете, не могу я сейчас тут же по фотографии, что такое сверху, там распылитель. Вот, но если я каждый буду слово иллюстрировать, сейчас у меня завтра, а завтра это 9 сентября будет, 304 вебинар. И все еще не рассказал. Поэтому я здесь только коротко, по сути. Теперь, на первое, второе рассчитайся. И это не шутка. Первая группа самая многочисленная. 95% садоводов. Те, кто никогда не возьмет руки привычный нож. Вам-то и понадобятся семена деревьев, помеченные словом корнесовственное, и словом привой. Ваши шансы на повторение материнских качеств от 5 до 90%. Садите густо, через полметра. Проведить всегда успеете. Вторая группа 5%. Это, кстати, миллионы. Только они про меня не знают. Про железо. Вам понадобятся семена с деревьев, помеченных словом корнесовственное и подбой. Загадайтесь, почему. Если корнес... Ой, сейчас расшифровывать не буду. Догадывайте сами. А еще семена привой. Самых роскошных плодов. Лучших на всей территории России, даже в мире. Судьба косточка с этих плодов будет особая. Они вырастут у вас за лето. А в начале зимы вы с них, уснувших, срежете весь боевой. За исключением нижних 5-6 почек, оставленных на развитие. Срезанные ветки перенесете. Привьете. Насеется по двое. Часть. И будете ждать такого чуда, как в моем саду. Если вернуться немножко в мой сад, то я же с вами только начал листать. 21 год. Ну, не от этого. Ну, берите сад. Или валидол под язык, и верьте. Или отключайтесь чего-то матери. Потому что, разве это может быть? Черешья, персики неукромные. И все это в Сибири. Ну, не надоело, смотри. Вот. Это еще, впереди еще 8 лет таких. То есть, это надо открывать, открывать, открывать. Все. Возвращаемся. И в каталог. Читаем дальше. Срезанные ветки. Это скульптурный холстик. Привьете на сенеце по двое. Будете ждать такого чуда, как в моем саду. И у вас впереди 3 варианта сада. И жураль в небе. Синица в руках. И даже жар птица. Ну, вы уже поняли, о чем речь. Цена семян определяется спросом и уникальностью. Сочетание съедобности и морозостойкости. С 1 сентября и позже. Цена, кстати, не увеличена ни на копейку. По сравнению с последними 10 годами. Почему еще не увеличиваю? Хотя кругом инфляция. Ну, по простой причине. Людям и так тяжело же у нас. Абрикосовые косточки 25 рублей за штуку. Абрикосовые косточки с приставкой супер. 30 рублей за косточку. Но таких всего 5 сортов. Я вас с ними познакомлю ниже. Вот. Самый супер. Это, конечно, отдельно. Персиковые косточки 100 рублей за штуку. У многих уже есть целые персиковые сады. И многие уже... Я сейчас отвлекусь. Буквально я уже отвлекался так. Вот. Итак. Башкирия. Один из моих друзей. У него всего лишь один персик. Этот самый... На тот момент, где-то на пятый год, у него первое персиковое дерево, самое удачное, дало плоды. Присылал фотографию. Там не видно дерево из-за плодов. Вот. И он со смехом мне рассказывает. Когда он внес десятое ведро в дом с персиками, полное ведро, десятое, его не пустили. Сказали, надоело. Некуда. Что с ними делать? Десятое ведро пято. Вот они укрыты. Идем дальше. Рассказываю, как анекдотно, это правда. Итак. Черешевый косточки 30 рублей за штуку. Вишневый сливовый 20 рублей. Орех манджурский 30 рублей за штуку. Груши. Дикие, культурные, ранетки, яблони 20 рублей. Почему так много? Вот. Дикая груша у меня. Уссурийская, равная, которого нету. И которая дала мне возможность вырастить роскошнейший, лучший в России, один из лучших в России, сладких груш сортов. Вот. А это особый класс дикий груш. Поэтому и 20 рублей за семечко. Вот так вот. Ну и все остальное так же. В Сибирке оккультуренная, ранетка дешевшая. 10 рублей за штуку. Вот. Ну, за 1000 рублей можно купить сразу и вырастить. Прорастить. Привить. И сразу за 1000 рублей подвоить для целого сада. Сто разового. Объявление. Дело в том, там, когда я листал этот, так называемый, вот смотрите, вот это 22-й год, да. Это невероятно, что может быть, что вообще не, ну, за гранью, за пределами реального, да. Это был не просто сад, это был лучший год, наверное, во всей России и ничего подобного больше не было никогда в России. Такие урожаи. лучшие деревья дали по 40 и больше вёдер из дерева, а самые слабенькие по 10-20 вёдер из дерева. Вот доказательства. Всё это сделано в моём саду. Видите? Вот это всё я листаю. Листаю, 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 листаю. Вот. Но это уже осень. Это уже осень. Вот. Так, теперь возвращаемся обратно в каталог. Что такое урожай 22-23? Урожай был рекордный, и у меня до сих пор порядка 50-80 трёхлитровых банок с косточками, абрикос, селевешен, черешен и прочих ждут в погребе, и уже какие-то второй год ждут, какие-то третий год ждут. Это значит, что скорее всего их придётся выбросить. Тогда я придумал так, не все богатые. То, что они имеют прекрасную схожесть и хорошо сохранены, прекрасно знает не только я, но и сотни уже моих тех, кто... У меня были неурожайные годы, я продавал то, что называется залежавое. И никаких жалоб, кроме двух-трёх, на сотню не было. Тогда получается, что скидка серьёзнейшая. Вот. Кто хочет сэкономить, заказывайте урожай 2022-2023 годов. Кодовое слово гость. Вот. А практически всё будет только что цена 15 рублей вместо 20, 20, 25, 30. Вот. Единственное, что сюда не попадают персики. И каждый год не хватает, поэтому заряжала персиков нет. А всё остальное есть. Пожалуйста, пользуйтесь. Экономите. Вот. Теперь так. Минимальный заказ косточек плюс семечек это 1000 рублей. Уточняю. всех сортов в сумме, а не каждого в отдельности. Если меньше, по договорённости. Всяко бывает. Но любого наименования в заказе распасованы по 10 штук. Не меньше 10 семечек или кочек. Почему так? Ну, что я могу сказать? Да, вот. Когда мне начали заказывать, мне положили два косточки того, семь косточек того, а три косточки этого, мне начало сходить с ума. Потом я решил, хотя, есть же люди, которые считают копейки, что делать? Я вынужден говорить, распасовка по 10 штук 8 персиков. Сильно дорогие, видите? Потому что они по 100 рублей. Внимание! Заказ всех от 500 и более костик семечка это всего. набрали всех такой список этих 10 и 20 и 50 некоторые не только по 500 бывало и по 1000 и по 2 заказывали. Если 500 и более 10 процентов скидка. Если 1000 и более 20 процентов скидка. Просьба понять, что эти условия не заставляют вас заказывать все десятки наименований. Больше чего-то одного. У меня было и такого. Всех абрикосов по 10 или по 20 было 10 абрикосов наименований по 50 и того 500. Поняли? Вот. Теперь поймите, мне трудно проводить дни бесконечно осенью на почте. там все сокращает и сокращает персонал. 30 километров от сада. Теперь вы поняли, почему мне приходится ставить условия в надежде, что не будут мелочиться. 1000 рублей это 40 косточек допустим абрикосов. 50 косточек сливов. Ну, то есть там 25 делите, а тут 20 делите. Поняли? теперь будем заканчивать разговор. Полная предоплата расхода на посылки по дороге по России в зависимости от расстояния 400-700 и хочу, чтобы вы понимали, что такое двойная почтовая упаковка. Это входит в мои расходы, уже не в ваши. Значит, не в ваши. Я плачу за картонную коробку специальную посылочную. Я плачу за пластиковую специальную, которая сверху одевается в специальную мягкую пластиковую упаковку посылочную. Не самоделку. Тоже за нее плачу. Когда я упаковываю, я покупаю пищевую пленку, я покупаю мешочки, я покупаю специальную, чтобы не пленчало, запрещают, специальную пузырчатую эту самую материал тоже. Плюс покупаю дальше, значит, кламмастеры там, господи, чего там только не приходится еще чем заниматься. Я нанимаю, потому что мне 75 спору. Те, кто делает отдельно, как сегодня приходил внук этот самый Тимоша, значит, по 10 расфасовывать я плачу. За каждую расфасовку детям по 10 взрослым по 5 рублей, опять деньги. За меня собирает посылки опять деньги, относят на почту опять без меня. Вот, я все плачу, получается, если кочка стоит 25 рублей, значит, я 25 рублей кладу в карман. Все, на этом первую часть, это был первый фильм, а не, длине нельзя, а потом будет вторая, возможно, третья серия. Почему? Смотрите, я быстро пролистываю. все это надо знать. Сейчас сделаю поменьше размера, а вот так. Все, это тоже надо знать. Все, это надо знать. И обо всем надо знать. Пока только была первая серия. А вы даже не знаете, что это, что у нас ребята в рюкзаках. А потом начинается то, что не может быть никогда. И простые, скромные, но супер морозостойкие сорта. И очень морозостойкие, и в то же время очень-очень шикарные. Вот это рекорды. Четыре раза по стольку собрали, только с одного дерева. Четыре раза по стольку. Телевид для свидетелей. Вот как. Горуси об садоволе нет, а то многим относятся. А какой-то металлург. А вырастить не могут, а я какой-то металлург. Какой-то металлург. Вот это работа какого-то металлурга. Все, друзья. Кстати, это абрикос супер из моей коллекции. Супер серафим. Все, я закрываю эту лавочку. Первая серия закончена. Остановить запись. Вот. Ну, зачем я это делаю? Хотите иметь такие же сады? Заказывайте семена на начало катала. Можно по ватсапу. Очень удобно. Благодарю за внимание. .